Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, миласта Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди вместо шахидов, мучеников у их Господа. Спасибо за субтитры Алексею Дубров. Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убыты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радиус тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут обчалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного лишь Аллаха, у которого не сотоварища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними, искренне вплоть до Судного дня. А затем, поистине, шахада, моченничество на пути Аллаха представляет собой одну из самых возвышенных степеней и одну из великих деяний, приближающих к Всевышному Аллаху. С помощью шахады всемогущий Аллах избирает героев, принесших себя в жертву ради поддержки и защиты истины, спасения своей Родины, поддержания безопасности своего народа и сохранения территориальной целостности Отечества. Аллах Всемогущий и Велик изрек «Валия'нам Аллаху лавина аману ваяттахидаминкум шухада» «Чтобы Аллах узнал о веровавших и избрал среди вас павших мучеников». Вот почему Всевышний Аллах надели мучеников высоким местом, великими добродетелями и уникальными достоинствами. Самым ясным доказательством этого является изречение нашего пророка «Да благословите его Аллах и приветствует, клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, поистине, я хотел бы сражаться на пути Аллаха и быть убытым, потом и снова сражаться на пути Аллаха и быть убытым, а потом снова сражаться на пути Аллаха и быть убытым». Среди проявлений высокого статуса шахидов, мучеников, во-первых, шахиды живы у своего Господа, а их жизни не может быть понятой человеческим разумом. Всевышний Аллах говорит «Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы». Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Джабир ибн Абдуллада будет доволен ими обоими. Аллах сказал «Однажды посланник Аллаха, встретив меня, спросил «О Джабир, почему я вижу тебя с разбитым сердцем?» Джабир ответил «О посланник Аллаха, мой отец принял мученическую смерть, и он оставил лишь дивинцев и долги». Пророк, мир ему благословен, Аллаха сказал «Разве я не дам вам радостной вести о том, чем Аллах встретил вашего отца?» Джабир сказал «Да, о посланник Аллаха». Пророк сказал «Аллах никогда не разговаривал ни с кем, кроме как через завесу, но он говорил напрямую с твоим отцом и сказал «О раб мой, попроси у меня что-нибудь, и я дам тебе это». Он сказал «О Господи, верни меня к жизни, чтобы я мог быть убит по твоему делу». Во второй раз Господь прославленный он сказал «Я уже постановили, что они не вернутся к жизни». Он сказал «Господи, тогда передай эту новость тем, кого я оставил позади». Аллах не спасал аят «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха». Подобно тому, как мученики живы у своего могущественного Господа, они живы в памяти Родине, и их героизм не будет забыт с течением времени. Во-вторых, души шахидов облагодетельствованы у их величественного Господа и летают по раю, как пожелают. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословен, Аллаха говорится, когда ваши братья были убиты в битве при Ухуде, Аллах поместил их души во внутренности зеленых птиц, которые прилетают к ручейкам рая и едят его плоды, а потом находят приют на люстрах из золота, прикрепленных к трону. В-третьих, шахиды – обладатели великой награды и полного света в День Воскрешения. В Священном Коране говорится, «Ва шухадя уайнда Раббихим лехум аджорухум а нурухум» – опавши мученики находятся возле своего Господа, и ему готова не их награда и их свет. В-третьих, шахиды смогут заступиться за свои семьи в День Воскресения, благодаря тому, что они хорошо воспитали и подготовили их. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, повидал, шахид будет заступаться за семьдесят человек из-за числа члена своего семейства. В-пятых, награда за их дела не отсекается, а воздастся им полностью и удвоится. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Прекращаются дела каждого умершего, кроме прибивавшего на страже границы на пути Аллаха, ибо поистине для него дела его будут расти до самого дня воскрешения, а сам он избавится от скушения могилы». Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу у Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду и его семье с подвижником и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие единоверцы, нет сомнения, что статус шахида достоин только настоящий мученик, который узнал истину, был верен ей, защищали ее и жертвовав роднию. При этом настоящий мученик – это тот, кто погиб, защищая свою землю, честь, родину и народ. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему, благословение Аллаха, говорится, кто погиб, защищая свое имущество, свою семью, жизнь или религию, тот шахид. Тем самым мы утверждаем, что верность душам наших мучеников требует, чтобы мы стали солдатами этой великой родины, каждый на своем поле, и чтобы каждый из нас прилагал все усилия ради ее служения и покорно стоял за нашей армией, полицией и другими национальными учреждениями, надеясь на награду мученичества у всемогущего Аллаха. В этой связи наш пророк, да благословите его, Аллах приветствует, говорит, того, кто искренне просит Аллаха Всевышнего позволить ему погибнуть шахидам, Аллах приведет к положению шахидов, даже если он умрет на своей постели. О Аллах, обереги нашу страну Египет и все страны мира. Аллах, обереги нашу страну Египет и все страны.